Что такое аудит и чем отличается от консалтинга? Аудит это, по сути, проверка, которую должны проводить все акционеры на общество раз в год. Зачем это нужно? Во-первых, это для отчетности топ-менеджмента перед собственниками этих организаций. Зачастую это раньше разные люди. С другой стороны, это некая независимая оценка деятельности топ-менеджмента с целью, чтобы собственники слишком много денег себе не забрали, побольше оставили в виде премий. Ну и не стоит забывать, что это некий мойстик, некий инструмент между разными организациями. То есть, если ваша организация получила хорошее заключение от известной крупной аудиторской компании, это значит, что вам доверяют зарубежные банки, зарубежные компании. Возможно, вам будут давать продукцию в лизинг по более низкий процент. Возможно, вам дадут кредит где-нибудь за рубежом под более выгодные и интересные условия, потому что той компании, которая вас проверила, доверяют. При этом, если так получилось, что во время проверки нашлись какие-то сложности, неточности, может быть, какие-то явные нарушения деятельности, либо есть какие-то варианты для модернизации, для обновления вашего производства, либо просто вашего техрегламента, техпроцесса. В этом случае аудиторы предлагают услуги консалтинга, и организация может с учительным договором. То есть, аудиторы подскажут, что сделать для того, чтобы в следующий раз успешно пройти проверку, чтобы поднять свой рейтинг. Что сделать для того, чтобы зарубежные банки вам доверяли? Казалось бы, обычная финансовая деятельность. Причем здесь национально-освободительное движение. Давайте с вами вспомним. Национально-освободительное движение занимается только теми пунктами, теми видами бизнеса, теми направлениями, где есть какое-то иностранное финансирование, иностранный интерес, и при этом интерес потенциально может навредить России. О чем мы с вами говорим? Давайте посмотрим. В России есть шесть крупных консалтинговых компаний. В их числе это PricewaterhouseCoopers, это Olivera Woman, это McKinsey, Deloitteуш, ну там еще несколько. Все они западные. Это либо американские, либо европейские. Причем, как нам говорят некоторые соратники, которые работают в этих организациях, что все, что они вносят в компьютер, сразу же уходят на серверы за рубеж. В Европу, а потом в Америку. Абсолютно все. Все серьезные документы. Казалов бы опять же. А при чем здесь? Нота-то. Ну да, уходит. Ну и что? Ну, знают там американцы какой-то отчетности наших организаций. А вот давайте с вами вспомним интересные случаи из 90-х. Знаете же такого деятеля Ходорковского? Его дело ЮКОСа. Вот оказывается, компания PricewaterhouseCoopers консультировала холдинг ЮКОСа. И именно она подсказала, как лучше выводить налоги из стран, как лучше их не воплотить здесь. Они предложили схему, то что, во-первых, сама компания добывающая должна быть зарегистрирована в офшоре. Но это не все. У компании должна быть куча подрядчиков. То есть холдинг разбили на множество маленьких-маленьких-маленьких контор. Одна качает нефть, другая продает, третья убирается там, четвертая занимается едой, пятая занимается персоналом, четвертая работают персоналом и так далее. С какой целью? Скрыть налоги. Но это еще не все. Вся прибыль всех этих компаний, основная, если холдинг, должны были отдаваться в фонд, который сделан этой же компанией, который, кстати, был зарегистрирован за рубежом. А фонды налогами не облагаются. Это типа пожертвований. То есть получается, что Ходорковский из одного кармана жертвовал другому карману, чтобы налоги России не платить. Причем даже уголовное дело было заведено. И в рамках этого уголовного дела участвовал прайс-вотер-хаус-купер. Вопрос. Почему после этого данная организация работает на территории России? Ну вот простейший вопрос, но почему? То есть уголовное дело было, фигурантом были, там были свои какие-то явные негативные моменты. А при этом и рейтинг доверия даренной организации колоссален. Вопрос? Вопрос. А давайте с вами по-другому посмотрим. Просто вот разберем. Ведь акционерное общество, это не только там олигархи 90-х, которые там так сидят, либо сейчас где-то скалькают, что там то ли в Европе, то ли в Германии, то ли еще где-то. Там что-то там гавкают про нашу страну. Бог честный, забыли про Ходорковского. Давайте посмотрим просто вот тут рядышком. Есть Нижегородский клуб «Волга». Есть аэропорты. Пулково в Питере, Стригино в Нижнем Новгороде. Есть московские аэропорты. Как проводятся тендеры? Почему выигрывают тендеры именно американские компании, а не российские? Что у нас аудиторы, что ли, хуже? Нет, аудиторы такие же. Кстати, более того, даже в американских компаниях работают наши российские граждане, наши российские аудиторы. Так вопрос, почему рода американские компании это выигрывают? Все очень просто. Посмотрите, где-то проходила информация о стоимости контрактов. Получается так, что Нижегородский клуб «Волга» платит за аудит порядка 1 200 000 рублей в год. Казалось бы, хорошие деньги. Как вы думаете, сколько платит за эту же самую деятельность аэропорт? На всякий случай, международный аэропорт, который является резервным для Москвы. Всего лишь 200 000. То есть, аэропорт, на котором могут садиться военные самолеты, у которого есть резервная здоровенная взлетно-посадочная полоса, платят за аудит в 6 раз меньше, или порядка в 6 раз меньше, чем далеко не самый большой футбольный клуб. Нонсенс. Я, конечно, понимаю, что в данном случае те же самые консалтиковые компании могут говорить, что это для них якорный клиент, для них аэропорт интересен с точки зрения пиара, они готовы ужаться где-то в прибыли для того, чтобы иметь такого клиента, и просто им хвалиться, и это им придается нового клиента. Но давайте с вами посмотрим по-другому. Вспомним, что, опять же, сотрудники, наши соратники, которые работают в этих организациях, которые недовольны тем, что они вынуждены работать в этих организациях, говорят о том, что практически все секреты, практически все данные сразу же уходят на сервер за рубеж. Ну, типа там лучшие консультанты, они лучше обрабатывают эту информацию. Мы же прекрасно понимаем, что, по сути, таким образом может уйти какая-то информация закрытая о стратегических объектах. Ведь они же производят аудит, в том числе и Газпрома, и разных других организаций. Но кроме организаций, которые связаны с бизнесом, они же проводят аудит еще и оборонных предприятий. А давайте с вами поймем, а что значит, вот почему они выигрывают контракт оборонных предприятий? Казалось бы, ну какой здесь демпинг, о чем вообще идет речь? Это должны, вот аудит наших российских оборонных предприятий должны производить наши российские организации. Правильно? Правильно. Но в реальности все по-другому. Для того, чтобы проводить аудит, что такое аудит воронного предприятия? Это значит, приходит аудитор, садится в специальную комнатку. Аудитор с допуском секретности первой, второй или третьей степени. Берет все, бухгалтерию, отчетность, нормативные акты. Он видит абсолютно все. Сколько тепловизоров было куплено, например, пришло на предприятие Ураловагонзавод, сколько после этого танков можно построить. Это же очевидно. Очевидно. Отсюда вопрос. Почему на территории России только четыре организации имеют доступ к секретности? Первый, второй или третий уровень. И все эти организации иностранные. Это большая четверка. Это либо американские, либо европейские компании. Нет ни одной российской, которая имела бы этот доступ к секретности. Вопрос. Почему так? Допустим, даже мы оставим за скобку. Давайте посмотрим, а кто вообще курирует деятельность данных организаций? Кто регламентирует? Кто устанавливает правила? Кто проверяет? Кто их формирует? Это очень просто. Вот у меня распечатка с сайта Минфина. Министерство финансов. Конечно, забегая вперед, скажем, что курирует деятельность данных организаций Министерства финансов Российской Федерации. Конкретно департамент. Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности. Кто директор этого компании? Шнейдман Леонид Зиновьевич. Казалось бы, да что здесь такого? Смотрим факты его дипографии. С 1992 года по май 2004 года он работал старший менеджер, директор, партнер аудиторской и консультационной фирмы PricewaterhouseCoopers. Вот, пожалуйста, распечатка с сайта Минфина. Сойдите, посмотрите. У нас очень часто наши либеральные друзья, либо просто представители, в нашем понимании, пятой колонны, просят обращать внимание на зарубежный опыт. Давайте посмотрим, как работают данные консалтинговые компании на Украине, например. Вот точно такие же западные консалтеры проводили аудит, соответственно, консалтинг Минобороны Украины на протяжении трех лет. После этого Минобороны Украины, как факт, перестал существовать. Мы же знаем, украинская армия, это фикция, ее не существует. Вопрос. Мы хотим такого будущего для нашей армии? Мы хотим такого будущего для наших организаций? Вспомните хотя бы, причем очень важный момент, стоит отметить внимание, стоит обратить ваше внимание. Мы понимаем, кто курирует деятельность данных организаций, а кто проверяет деятельность данных организаций. Вот опять же, давайте вспомним Федор Евгений Алексеевич. Как он настаивал на том, чтобы привлечь к ответственности хотя бы раз аудиторские компании. Бог честный, с Ходорковским не получилось. Было давно, какая-то система была не та. Вопрос. Почему в московском метро, когда была страшная авария, как потом оказался технологический брак, неправильно стрелка переключилась, посадили, дали реальные сроки двум сотрудникам, а почему не привлекли к ответственности ту консалтинговую компанию, кстати, зарубежную, которая консультировала московское метро? Но ведь она должна была выявить, что там что-то не так. Либо она должна была рекомендовать это и устранить. Почему эту проверку даже не проводили? А если проводили, то они не знают. Это крайне важный момент. Потому что создаётся впечатление, что эти консалтинговые компании не только курируются своими бывшими сотрудниками, но ещё и неподвластны законодательству Российской Федерации. И тут как раз хочется обратиться именно к сотрудникам консалтинговой компании. Мы прекрасно знаем, что среди них много нодовцев, много людей национально ориентированных, много патриотов своей страны. И вынуждены работают в этих зарубежных компаниях. Поэтому всё очень просто. Если человек, россиянин, имеет доступ к секретности, он хочет проверять тот же самый Уралвагонзавод, он прекрасный специалист, он может это сделать. Вопрос. Почему бы не создать условия для того, чтобы он мог работать при этом не в иностранной компании, а в российской компании, которая находится в том же самом Екатеринбурге, либо в Нижнем Новгороде, либо в Москве, либо в Питере, думаете, хуже бизнеса мог построить? Да, конечно, смогут. Или другой вопрос. Почему пятая колонна в нашей стране считает, что проверять наше оборонное предприятие должны, например, американские консалтинговые компании? А почему бы не давать аудиторское заключение американским предприятиям, российским консалтинговым компаниям? Вообще, представляете, чтобы на какой-нибудь Лохин Мартин приехал, например, на российский консалтинг, и говорит, отдайте нам вашу документацию. Да они это просто не поймут. Вопрос, а почему нам-то можно? И здесь как раз хотелось бы вспомнить слова национального лидера Владимира Владимировича Путина, когда в его интервью на газете «Билет» немецкой говорит, что Россия долгое время не заявляла о своих национальных интересах. Так может быть, сейчас настало время заявить о своих национальных интересах, провести ряд мероприятий, акций, митингов, пикетов, показать людям, вообще рассказать, что на самом деле большая часть проблем социальных бомбардировок, которые есть в нашей стране, они все идут от консалтинговых компаний, потому что именно они консультируют облагонзавод, они консультируют то же самое гражданские самолеты сухого, кстати, которые потом почему-то не покупают на Западе. Может быть, они так консультируют, что покупают потом не их обои и аэробаз. Кстати, они же консультируют, например, Нижегородский «Сокол», на всякий случай это авиапредприятие, ключевое авиапредприятие. Канун пафосного празднования Дня Победы особый подтекст получила новость о перспективе банкротства главного производителя российских танков и другой военной продукции «Уралвагонзавода». Они же консультируют не только «Уралвагонзавод», но еще и «Альфа-банк». Может быть, это они посоветовали «Альфа-банку» обанкротить «Уралвагонзавод». Нам не хотелось бы так думать, но как-то вот такая вот логика явно высвечивается. Исходя из этого, единственный путь, который мы видим, это сейчас собраться, сплотиться и сотрудникам и консалтных предприятий, и клиентам этих консалтных предприятий. Я, в первую очередь, конечно, уже говорю об оборонных предприятиях, но в конце концов, пора вынуть голову из песка, пора выйти в поддержку национального лидера, предоставить ему полномочия, чрезвычайную характер, чрезвычайную полномочия с целью выдавить всю эту пятую колонну из нашей страны, выдавить вот эти инструменты оккупации, создать свои инструменты управления своей собственной экономикой, запустить ее, ну а дальше проработать вопросы экспансии, в конце концов. То есть их транслируют в том числе и на другие страны, и на Европу, и на Китай, и на ближние зарубежья. Не начав этот процесс сейчас, не начав выполнять майские указы, о которых он говорил, не начав выполнять послания федеральному собранию, наша страна идет к краху. Уж извините, цены на нефть приближаются к тем показателям, которые были во время развала Советского Союза. Национальная валюта девальвируется просто на глазах. Мы нищаем. У нас есть два варианта. Либо мы сплачиваемся в единый кулак, идем в поддержку национального лидера, и единым фронтом освобождаем нашу страну, либо нас ждет повторение 1991 года. Кстати, советники из этих компаний есть и в любом крупном банке. Именно они решают, по каким процентным ставкам выдавать кредиты. Есть они в любой городской администрации, и как раз они решают, для кого оставить льготы на проезд, и сколько он, то есть проезд, должен стоить. Есть они и в Минстрое, и не без их участия принимаются решения о том, какое количество аварийного жилья будет расселено. И все это подкреплено 15-й статьей нашей Конституции, которую в 93-м году пролоббировал экс-премьер Егор Гайдар. Но с Гайдара уже не спросишь, он уже седьмой год как помер. А с Конституцией и иностранными советниками что-то решать нужно, иначе из кризиса, который и так уже продолжается целых 25 лет, никогда не выйдем. Выход предлагают активисты НОД. 30 января они намерены провести всероссийскую акцию под названием предоставим национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину полномочия управлять экономикой без западных советов. Если вы считаете, что власти России должны управлять страной сами, без очень настоятельных рекомендаций из ЦРУ, приходите. Время и место проведения акции в вашем городе можно узнать в местном штабе НОД. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова